В минувшую среду в физкультурно-оздоровительном комплексе Орион состояла встреча председателя правительства с представителями спортивной федерации. Обсуждались вопросы развития спорта, в частности восточных единоборств. Для федерации КУДО будущий год знаменательен чемпионатом мира, который будет проходить в Японии. Этот сезон у нас отборочный. 9 декабря в Самаре пройдет чемпионат Левожского федерального округа, где спортсмен, занявший первое и второе место, завоюет путевки на чемпионат России по КУДО в 2018 году. И, соответственно, победители чемпионата России имеют право участвовать на чемпионате мира. Участники заседания обсудили принятие решения о строительстве центра единоборств в Засвияжском районе. Проект уже принят губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. Открытие центра планируется в 2019 году. Это позволит проводить соревнования, еще раз скажу, абсолютно любого формата. От хорошего, качественного проведения соревнований чемпионата области, чемпионата России, на базе такого фока Орион, международных и европейских соревнований, на базе этого центра и вплоть до самых крупных фестивалей. Это все, что касалось использования и «Волга» в спорт-арене, и вновь от реконструированного стадиона ТОР. Также были рассмотрены вопросы по реализации программы «Доступная среда». Правительству был предложен проект изготовления колясочных съездов и пандусов из сверхлегких материалов. Смысл такого пандуса в чем? То есть он с легкостью откидывается к стене, то есть давая остальным людям, допустим, многоквартирного жилого дома пройти, и также он удобен в этом плане. Примечательно, что проект разработан в нашем регионе и уже набирает обороты. В будущем планируется внедрение данной разработки в рамках «Доступной среды». Мы думаем, что подобные решения, технологические решения мы будем использовать, расширяя программу «Доступной среды», вовлекая туда не только областные и муниципальные средства, средства каких-то учреждений, но мы будем обращаться и к управляющим компаниям, и товарищам собственнику жилья, для того, чтобы они, зная, что существуют такие технологии, могли сделать жизнь, так скажем, для нашего населения, для наших земляков, в их домах, в том числе и в их домах, комфортные и удобные. Подобные решения позволят создать доступные и комфортные условия перемещения не только в общественных местах, но и в жилых домах. Лисанн Фихреддинова, Руслан Баталов, Новости Ульяновской Правды. Руслан Баталов, Новости Ульяновской Правды. Руслан Баталов. Руслан Баталов. Руслан Баталов. Руслан Баталов. Руслан Баталов. Руслан Баталов.